Компания показывает, что каких-то факторов, которые могут поставить под сомнение волеизъявление разбирателя, его адекватность сегодня не существует. Хотя нарушения есть, и в некоторых регионах они носят, так сказать, уже такой систематический, я бы даже сказал, характер. Ну вот, нарушения связаны и с агитацией, так сказать, черным материалом, превышением тиражей и так далее. Нарушения связаны с угрозой применения насилия, нарушения связаны с конфликтами между партиями. Есть жалобы, их немало, на применение административного ресурса, но при детальном их рассмотрении оказывается, что, во-первых, масштаб этого не так значительный, а во-вторых, в общем, к административному ресурсу прибегают все партии, так сказать, которые располагают им в силу представленности в Государственной Думе или в региональных законодательных собраниях. Ну, так сказать, кто-то оплачивает поездки, так сказать, не оплачивает их из избирательного фонда, пользуется, собственно, административными возможностями. Кто-то требует помещения, значит, больше, чем, допустим, помещения для встреч с избирателями, больше, чем, значит, это было предусмотрено для всех партий. Ну, речь идет о справедливой России, да, там было. В одном из регионов выделено определенное количество помещений для всех, а справедливой России, так сказать, требовало больше. Кто-то, естественно, пытается оказать на избирателей давление, мы знаем случай в Иркутске, к нему, так сказать, достаточно серьезная была реакция. Прошу прощения, да, в Иркутске, конечно. Вот, но главное, фактор, в который могли бы поставить исход, фактор, в который могли бы поставить волеизъявления избирателей под сомнение, значит, на сегодня нет. Вот, что касается фальсификации, то, значит, логично обсуждать эту тему, ну, логично обсуждать вопрос о фальсификации после дня голосования, потому что, собственно, тогда, так сказать, можно будет проанализировать факты, которые, так сказать, поступят с мест. Вот, я глубоко убежден в том, что необходимо, прежде всего, собрать тщательно факты, затем систематизировать их, и затем, если, так сказать, такие вопросы возникнут, значит, обсуждать, точнее, сначала собрать факты, потом систематизировать их, потом обращаться в суд. Вот, и в рамках судебной процедуры, так сказать, уже решать эти вопросы. Вот, то, что сегодня, допустим, Сергей Миронов сказал, что если, значит, экзит-полы «Справедливая Россия» не совпадут с данными, значит, с результатами голосования, он выведет людей на улицу. Ну, это, конечно, абсурдная точка зрения, с моей, как я полагаю. Вот, естественно, вопрос о фальсификациях, их, так сказать, наличии или их отсутствии, он решается не на митинге. На митинге можно усилить количество нарушений, да, на митинге, допустим, в ночь 4-й на 5-й. В фальсификации, так сказать, вопрос о фальсификациях и вообще нарушениях, он решается в суде с помощью специальной процедуры. Если никаких фактов на сегодня нет, если, значит, есть некие предположения, не систематизированные, юридически не оформленные и, значит, судебную процедуру не включенные, говорить об этом, мне кажется, явно преждевременно и вообще тема фальсификации сегодня на финальном этапе кампании, она многими политическими силами используется для давления на власть и систему избирательных комиссий. Нужно говорить о фактах и о судебных решениях. Спасибо. Павел Владимирович, скажу только одно, что мы в наш прогноз не откладываем никаких...